Здравствуйте, дорогие друзья! Я Анатолий Семенов и, как всегда, в это время в эфире программа «Город С». Вот есть люди, о которых помнят десятилетиями, столетиями, а уж тем более современники, говорят и вспоминают о них постоянно. Вот к таким людям относился, относится, и, надеюсь, будет относиться в нашей стране великий человек по фамилии Высоцкий. 25 января – его день рождения. Об этом мы сегодня поговорим. Вообще сегодня эфир, посвященный этому великому нашему современнику. А у меня в гостях сегодня самый главный эксперт нашей губернии, может быть, не только в нашей губернии, по теме Владимира Высоцкого и его творчества, Михаил Трифонов. Итак, Михаил, я тебя приветствую. Я должен еще сказать о том, что Михаил Трифонов у нас, как у тебя называется, президент, да? Президент общественного фонда Центра Высоцкого в Самаре. Да, правильно? И плюс еще директор музея Владимира Высоцкого. Да, я надеюсь, что многие поклонники этого нашего поэта, музыканты, композитора и так далее, бывали уже в этом музее. Если нет, то вот в сегодняшнем эфире, я уверен, что мотивация в разы усилится, и вы побываете там обязательно. Некоторые кадры сегодня, некоторые редкие снимки будут именно из экспозиции этого уникального собрания, этого уникального музея. Итак, Миш, мы с тобой знакомы очень давно, и когда я вдруг узнал, что ты полностью погрузился, это было тоже давно, когда я узнал, что ты погрузился полностью в тему Владимира Высоцкого, меня это немножко удивило, потому что когда-то мы познакомились на теме музыкальной, конечно же, но совершенно как бы из другого порядка, на теме Битлз. Это полностью у тебя забыта теперь эта тема, или ты все-таки иногда и включаешь? Я сейчас скажу два слова. Значит, я вырос на песнях популярных, в общем, на Битлз и сопутствующей музыке 60-70-х годов. То есть это мое увлечение, оно осталось сейчас. То есть Высоцкий как-то, я знал, что такой человек есть, и был его современником, но толчок сильный к его изучению был после смерти, после 1980-х годов, когда он нас покинул. А музыку я не прекратил заниматься. Ты меня успокоил, ты меня успокоил. Все нормально. Итак, 25 января, попровь меня, если я ошибаюсь, ему исполняется 77 лет. То есть как бы не юбилей, но у нас ведь Самара близкий очень Высоцкому город, потому что практически один из первых городов, где тогда еще был город Куйбышев, где состоялись его первые, причем огромные, очень успешные концерты. Вот сейчас пойдет видеоряд, посвященный тем концертам. Вот он небольшой, правда, но мы будем с тобой его комментировать. Хорошо? Мне два слова только поправлю. То есть не один из первых городов, а первый город. Вообще первый. Тем более смотрим сейчас с большим удовольствием. И комментируем. Кто кончил жизнь трагически, тот истинный поэт. А если в точный срок, так в полной мере. На цифре 26. Так, ну вот это сделано как... Это не филармония, это в дворце спорта именно в ноябре, да? Это в Антрации. Это на сцене. Так, а вообще ведь сколько всего концертов прошло тогда в Самаре? В дворце спорта прошло, в дворце спорта, это был второй привет Владимиру Семеновичу Высоцку. Прошло два концерта во дворце спорта. На первом из них мне впечатлилил сбой. Я был на первом концерте. Так, это значит ноябрьские концерты. Так, но первые были в мае, насколько я помню. Первые концерты были 24 мая 1967 года. Они были приурочены к пятилетию ГМК-62. Организация, городской благородный клуб, который пригласил Владимира Высоцкого. За ним в Москву ездил Артур Николаевич Щерков. И он прилетел в аэропорт Пурович в 24-й Тубай и выступал в этот день на один день. Выступал в филармонии днем, а вечером в Куйбе Держинску. То есть было два концерта в один день, да? Да, да, да. Но реально ведь, насколько я слышал, Высоцкий вспоминал о Куйбеше, именно о старте своей публичной концертной деятельности. Потому что до этого это все было в кругу семьи где-то, или в кругу друзей, или в театре. Ну, были, да, да. Небольшие. Были маленькие залы, были научно-исследовательные институты. Но никак не Дворцы спорта. Нет. Первый Дворцы спорта был именно 29 ноября. Вот, кстати, билет, по-моему, да? Да, билет на концертную слоевского Дворца спорта. Это художники Дворца спорта. Вот так он выглядел Дворца спорта. Так выглядел, да? Вот и в автограф, на афише, который он оставил Артур Николаевича Лубакова. Вот зал был полнейший. Слова длинношеи, в конце пришлось трие, укоротить поэта, вывод ясен, и нож в него. Ну, щас. Последние два кадра мы не комментировали, или там три кадра. Это уже было во время концертов в полистине. Да, да, да. Дело в том, что 29 ноября, повторяю, что было два концерта в один вечер в Дворце спорта. У нас примерно 14 тысяч человек, он об этом с восхищением писал в письме Игорю Кановскому. А на следующий день подошел Михаил Давидов, секретарь комитета комсомола, политеха, и Александр Айненков. Они сейчас живут в Соединенных Штатах Америки. Вот иногда приезжает Айненков, я вижу с ним. Они, значит, уговорили Высовского выступить перед студентом политеха на следующий день, 30-го числа. И он днем 30-го числа во время учебных занятий выступал в здании на Первомайской, один, в главном корпусе, на втором тоже в актном зале. Ясно. Ну, это вот большой подарок, то, о чем ты сегодня рассказываешь, что нам показываешь. Я сейчас похвалюсь, хотя вроде не хвальбушкой, вот книгой, которую мне мой давний друг Михаил Трифонов подарил. Да, я хочу. Подарил сегодня перед эфиром. То есть я, к сожалению, ее пока еще не читал. Вот успел лишь вот так как бы быстро пролистнуть. Вот такая книга. То есть вот это сегодня премьера этой книжки. Пару слов о работе над этой. Вот это прям диссертация на тему Высовского. Нет, ну тут надо просто обозначить, что прошлый год был годом культуры, естественно, да. И я посчитал просто своим долгом сделать то, что во мне сидит. Тем более у тебя материалы накоплены. Выплеснуть на бумагу. Вот. И мне это удалось, слава богу. Хорошо, что в 2014 году вышла книга. Книга называется «Популярный артист из Таганки». Это фраза из его ранней песни. Я даже не стал писать на блоге Владимира Высовского. И так уж и понятно, кому это адресовано. В книге четыре раздела и 33 главы. Практически каждый из них назван цитатой из песни Владимира Высовского. Разделы такие. Такой ход, да? Да, первый раздел, значит, театр на Таганке, второе кино, третья авторская песня и четвертый Кубишев из «Самары» потом. Вот четыре раздела. Так что, Толя, я тебе вот сейчас и свои круг. Ну, вот. И свои круги. Спасибо. Я пока оттуда же возвращаю. Здесь не так там. Еще один подарок. Еще одним подарком похвалюсь. Музей Владимира Высовского. Ты комментируй, ты рассказывай, что это. В том же году, в прошлом году, я выпустил буклет с ребятами. Музей Владимира Высовского. Здесь все перечислены, все остальные экспонаты и показаны, которые есть в нашем музее. То есть, это как бы такой путеводитель по музею, условно говоря. Путеводитель, да, да. Небольшой там, по 32 листа. Нет, но, тем не менее, очень все красиво и здорово. Поэтому не секрет, что время было в руках Владимира Высовского. До сих пор, до сих пор раздаются звуки струнного гитара. Здорово. В нашем музее. Ну, вот за такие богатые подарки тебе тоже пачка, пусть не книг, но журналов, где я активно участвую, где статьи о культуре. Вот это прям буквально почти свежие и предшествующие номера. Леди Клуб знаменитый. Вот, пожалуйста. Спасибо большое. Так, и далее показываю. Это вот свежие, прямо вышел 31 декабря и предшествующий номер. Самара-губерния, где тоже мои материалы о культуре. И, в общем, ну, оценивай. Оценивай. Спасибо. Очень хорошее издание. Вон, там, рядом с собой положить. Я положу, да. Вот, Миш, мы плавно переходим к теме вот какой. Все знают, какой был хороший, верный и заботливый друг Владимир Семенович Высоцкий. Об этом все говорят, об этом многие рассказывали, и публично, и по телевизору. Вот сейчас мы посмотрим вашу подборку, опять же, с твоего архива, конечно же, сделанной на основе твоего архива, на основе ваших музейных ценностей. И будем комментировать, хорошо? Итак, внимание на экран. Это школьный товарищ Высоцкого, да, Владимир Ракимов? В одном платье учились. А слева Высоцкий сам, да? Слева Высоцкий, да. А вот он такой стал. Слева. Опять же слева. Сейчас его, к сожалению, нет на свете. Нет уже, да? Лет пять назад он был. А второй человек, Поляков Владимир, тоже школьный товарищ. Это первая жена Владимира Высоцкого. Это Изольда, наверное, да? Изольда Высоцкого. Актриса Нижнетагильского драматического театра. Она училась также в школе-студии МХАТ. А они сколько прожили вместе? Ну, немало прожили, где-то годик-два. Это маточка, наверное. Это мать, Нина Максимовна Высоцкая. Нина Максимовна? Нина Максимовна Высоцкая. Она умерла тоже в 2003 году. Жалко. Я был в этой квартире два раза. В 83-м. Это... О, Альбриский. Даниил Альбриский, да. Беседует с Акимом. Тут можно два слова сказать. Даниил Альбриский был женат от Марии Леродович. Мария Леродович была лучшей подругой Мариной Ладе. И они собирались в этой квартире. Марина Ладе, Высоцкий, Марина Радович и Альбриский. Все они здесь бывали. Это Альбриский играл в Польше и Гамлет. Да, да, да. Это мемориальная доска на Малой Грузинской, 28-м. Правильно ли я понял, что последний кадр был... То, что ты подарил квартире, это указатель вот с улицы... Нет, не совсем так. Мы ее привезли в Москву. Сделал нам личную табличку. Так. Вот. Эта табличка была и на Ваганском кладбище. И мы ее... То есть это был 1998 год, как ты понимаешь. То есть мы только улицу открыли. Городская администрация открыла 18 января 1998 года. Очень давно. Очень давно. А в 25-м мы уже были в Москве. Через неделю. Поэтому... То есть как бы вы ее там представили, да? Ну, показали, что... Да, потому что улиц было очень мало в то время. В Самаре, в городе на Волге появилась такая улица. Это была уже Россия, да. Да, Россия. В Самаре появилась улица. Ну, славно, славно. Так, ну, я продолжаю показывать. Дары волхвов. Значит, вот, опять же, наш фонд во главе с Михаилом Трифоновым, Самарский, уникальный, на основе накопленных богатств, фотоэксклюзивов, значит, издали такие... Ну, вот они тут у меня выложены на, на этом самом, на столе. Я показываю, значит, вот такие чудесные... Тоже расскажи, что это было. Это календарин на 15-й год. Ну, да, календарин на 15-й год карманный. Какой принцип был? Дело в том, что, как ты говоришь, накопленные богатства, они исчисляются очень большими количествами. Вот сколько дней сохранения уже? Фотографии примерно около 6 тысяч у меня. Уже в музее. Оцифрованных, да. Вот здесь только 18 штук выбрал я. Наиболее, на мой взгляд, объективных к этому дню, к 25 июля. Вот. И серию я назвал песни Владимира Высовского, несущиеся в потоке времени. И вот я смотрю, сзади название, соответственно, композиции. Правильно, да? То есть для Высовского песни были главнее всего в жизни, в творческом плане. Главнее роли в театре. Даже главнее роли Гамлета. Главнее всех ролей в кино. То есть он только в песне мог чувствовать себя автором. То есть театр — это исполнительское искусство. Любимов, конечно, был режиссером требовательным. И в кино тоже были разные режиссеры. И Друкова Говорухина, и Александра Мита, все вот друзья, у которых он снимался. И поэтому он там выполнял их волю. Ну, конечно, элемент допуска был в своей фантазии. Он там привносил что-то свое. Например, «Место встречи» некоторые сцены в фильме он снял сам. Вот. Ну, в песнях он что хотел, то и сделал. Да, это было его поле. Да, это его поле. Личное его поле. Поэтому песни для него очень важны. Поэтому песни, я решил о них напомнить, что они несутся до сих пор. До сих пор несутся. И живут с нами. Да, и, кстати, у Васовки хорошо покупаются. Я спрашивал ребят в магазинах музыкальных. И еще молодежь. Молодежь уже заинтересована. Не только люди нашли. Давай подарим еще телезрителям. Потому что вот мне ты подарил такие чудеса. И очень интересные, ценные для меня вещи. Давай покажем сейчас, покажем телезрителям подборку из... Вот, то есть небольшая часть, небольшая часть из этих шести тысяч снимков. И будем комментировать. Хорошо? Смотрим. Уходим под воду, в нейтральной воде. Да, это север Донецк. Мы можем погоду, плевать на воду, плевать на воду. На бедном человеке. Харданка на комаде, 74-летний. Это фотопроба к фильму «Единственная дорога». Савельскую и Кославскую службу. Ну, это крупный план, просто интересный, выражение на самом деле. Да, да, очень интересный. Это в издательстве рекламы «Планета» Москва, 74-й год. Но он там выступал? Да, да, конечно, да. А это 75-й год, ну, судя по его плечу, это тоже 75-й год, это Болгария. Болгария, 75-й год. Он много ездил, да, очень много выступал. Да, да. Да, 75-й год тоже, Таганка, да. Таганка в Болгарии. И там он записал пластинку с Дмитрием Ежевичем и с Виталием Шибовалом. Три гитары, называется «Автопортрет». В Болгарии. У нас в музее есть, да. Это тоже Болгария, да? Да, это Болгария, да. То есть там, видимо, как бы театр давал представление, а еще давал концерт. Да, там несколько спектаклей было, да. В том числе и главный. Это уже я сейчас не очень помню. Это Москва. Москва, 78-й год. А ДК Комуна, да. ДК Комуна. А это какой-то концерт тоже. Тоже, да. То есть очень трудно сейчас говорить. Да, да, да. Здесь очень много концертов. Я не могу сразу понять, безошибочно какой-то концерт. Ну, важно, что я говорю, все-таки... Вот видите, он выступал вместе с музыкантами. Там первое отделение музыкантов, сборные концерты. Но все-таки, все-таки, сколько бы он ни давал потом концертов, мы были первыми. Да, да, да. Он был первым городом. Я знаю, что в этом Ставрополе, он Дарья Спорта тоже получил. Но там первое отделение были музыканты. Второе Высоцкий делил землянами. Да? Да, поэтому сольный концерт Высоцкого был практически первым в Самаре. В Куйбишеве тогда. В Куйбишеве тогда. В Куйбишеве тогда. Это Москва. Это как раз Ставрополь цирк. 78-й год. Это вот после концерта его. В Ставрополе, да? Да, в Ставрополе, да. То есть оставалось два... Там выступал и цирк, и... Это где-то там. Домашний концерт, да. Домашний, что-то. Видите, вот рояль стоит. То есть, конечно, богатое наследие, такое фотонаследие. Да, но не все снимки описаны. То есть большинство их описаны правильно все. Это, кстати, вот Анатолий Васильевич Эфрос. И Высоцкий, роль Злопахина, лишнего сца, от Таганка. Эфрос справа, с которым я познакомился. Он на сцене Таганки... В 19-м году. На сцене Таганки отыграл более 20 ролей, по-моему, да, Высоцкий? По моим воспоминаниям. Ну, 18-18. Но последний спектакль был «Преступление наказания». Это дома, малая Грузинская. Это спектакль «Павший живой». Спасите наши души, спешите к нам, услышьте нас. Ну, здорово. Вот то, что мы видели здесь, в том числе и пробы на кинороле. Ведь он, в принципе, очень был, наверное, кинематографом делен. Если бы не определенные силы, которым его препятствовали, он сыграл бы не в 30 ролях, конечно, наверное, в 60 или в 100 ролях. Вот в моей книге я провел анализ этого дня. Есть такой исследователь творчества Владимира Высоцкого. Марк Цибульский живет в Филадельфии, в США. Я воспользовался любезно его информацией. И фильм, где Высоцкий не сыграл, но был приглашен. То есть, пробы прошел, но не снялся. Бывают пробы, бывает запретили. Бывает, там, другой фильм его, так сказать, отлег. 65 картин. 65? 65. То есть, вот сколько мы потеряли, да? Да. И он, конечно, но и мы потеряли, да. Очень печально. Среди них, 5 секунд, среди них известны фильмы. Еще раз про любовь. Где он не снимался? Не снимался. Он мог сыграть. Еще. Сыграл вместо него Олег Ефремов. Вот потом «Земля Санникова». «Земля Санникова». Вы знаете, прекрасная песня звучит в фильме. Есть только миг между прошлым и будущим. Зацепин и Дерпенев. Роль Крестовского играет Олег Даль. Должен был играть, был Высоцкий. И песня, которую все знают, прекрасно написана для этого фильма. «Кони привредливые». И фильм был бы совершенно другой. Если бы Высоцкий стоял на палубе корабля под парусами, пел бы «Кони привредливые» и плыл бы к земле, куда улетели птицы. Я не знаю, какой был бы фильм, но история не знает. Но он был бы другой. Ну, слогательный коней. Ну, давай сейчас посмотрим, дадим возможность телезрителям посмотреть такие как бы печальные минуты. Это очередная, очередная дата была в 98-м году на Ваганьковском слаббище. В 60-летие, да. Да, и будем комментировать с тобой. Итак, смотрим. Итак, вот сейчас будут кадры из... Вот это у нас... Валерий Сергеевич Златухин, да. Это 60 лет... Молодой еще, да. Нет, я имею в виду 60 лет... 60 лет Высоцкого. 60 лет Высоцкого. 98-й год. Это он в роли «Собачье сердце». Уже снимок сделан лет 7 назад. Угу. В роли профессора Преображенского. Это коллега, партнер. Это вот Любимов и Златухин кладут цветочки. К могиле Высоцкого. Слева Любимов, право Златухин. Слева стоит Вознесенский. А, вот Вознесенский еще. Вознесенский, Иван Бортник. Он за ним смехов. Вон за ним смехов, да. Это Златухин. Такой красотерской дубленочке. А съемки твои? Мои съемки, да. Я снимал, да. У тебя много работало. Это Смехов мне написал. Смехов играл короля Гамлета, как вы знаете. Да. Это в первом музее Владимира Высоцкого. Ну, немножко мы тоже посмотрели с 60-летия. Михаил, вот как ты считаешь, есть мнение, может, и опровергившись, что если бы не было Высоцкого, не было бы и Таганки? Ну, вот я такое слышал, да? Ведь по большому счету он практически с первых дней возникновения этого театра, 64-го года на сцене этого театра. Ну, он не с первых дней. Ну, в 4 месяца или 5 месяцев спустя он появился. Да, полгода спустя он появился. Этот вопрос Высоцкому задавали при жизни. Таганка, он говорит, это без Таганки не было бы Высоцкого. Он так он отвечал. А, вот так, да? Да. Потому что Таганка облагородила его репертуар. Это не секрет. Лебневов был первым человеком, режиссером первым, который его песню включил в спектакль на Таганке. То есть, по сути, официальное признание Высоцкого. Ну, да, пришло. Спектакль государственного театра, одиозного театра по тем временам. Поэтому он очень дорожил. Первые песни Высоцкого появились на Таганке. Официально. Официально. А первый фильм, считай, что «Вертикаль», где он впервые спел песни, но первый фильм был на год раньше. «Я родом из детства», где были военные песни. Вот давай, мы упомянули о Таганке, а, собственно, ни одного не показали, ни одной сцены из спектакля этого театра великолепного. Сейчас уникальная будет премьера, фрагмент спектакля постановки Любимого, а видеооператор там наш сегодняшний гость, мой сегодняшний гость Михаил Трифон. Посмотрим фрагмент. Посвящение Высоцкому. И решил я ее разыскать. Ну, а ей улыбались прохожие. Мне так просто кричит караул Одному человеку порожая Дал за то, что он ей подморгнул. Я и крою ей булки намазывал, Деньги словно Рекою Текли Деноминирую мне, разумеется. Я такие Деньги песеней Заказывал, А в конце Заказал Шуравли Говорил ей, Что жизнь Потеряна. Я сморкался И плакал В кошне. А она Она мне сказала Я, говорит, Верю вам И Отдамся По сходной Сне Я ударю ее Птицу белую Закипела Горящая Грозь Грозь Понял я Что в милиции Делала Моя С первого Взгляда Любовь Ну, уже Вы поняли, что Наш сегодняшний гость Бывал на Уникальных Совершенных мероприятиях И на Спектаклях И на Травмных Каких-то мероприятиях Вот мы Сейчас Немножко Продолжим Показывать Ваганькова В 98-м году Да? 25-го Января А ты будешь Комментировать Ты уже привык Кто кончил Жизнь трагически Тот истинный Поэт А если В точный срок Так в полной Вот, Миш, Прокомментируй, пожалуйста Это у нас Андрей Васильевский Борис Николаевич Директор театра Матаган Директор Участники Целинговой Борис Минист Да, это У входа На Ваганьки Они же Дружили И с Хмельницким Очень серьезно Они работали вместе Вместе Вознесенским Вознесенским Они были в хороших отношениях Ведь Вознесенский Именно Информация Помогала ему Очень серьезно Во многих вопросах Вот этот киоск Который Уже сейчас Не существует Владимир Васильевский Продавал Все три бутики Приходит на память Это вот Ты из Самары Привез Я С табличкой стою На Табличку Наша Чтобы все Видели Что в Самаре Появился Наверное Вы очень Высоко Оценили Да Походили И интересовались И поблагодарили Люди Это Нина Максимовна Нина Максимовна Своей подругой Маму Маму Высоцкого Тебе удалось С ней пообщаться Конечно Я был Я был Гораза не дома Она написала Мне даже Напаре Это вот Памятная Памятная Неочищенная Еще снег Это Семен Фарада На пути Владимира Высоцкого Распяли Но не сильно А в 37 Не кровь Да что там Кровь И седина Испачкала Виски Не так Обильно Слово Стреляться На последнем Снимке Юрия Любимова Великий Который помогал Витя Усоцкому Очень серьезно И понимал его Да Благодаря которому Усоцкий стал Усоцким Об этом Я хочу Про этот снимок И перейду на Любимов Да Хорошо То есть Солнце так упало Солнце было так угодно Упасть на На лик Любимова Что правая сторона Была свечена Левая сторона Была свечена А правой нет Поэтому Такой раздел Света и тьмы Я назвал снимок Отношение к Высоцкому Ведь не секрет Что Любимов Высоцкого И увольнял Из театра В то же время Давал главные роли Ему То есть Прощал многие вещи Слабости А актеры приходили К ним и говорили А почему Ему можно А нам нельзя На что Любимов Отвечал Да потому что Вы не Высоцкий А он Высоцкий Вот так вот Ну мы забыли с тобой Упомянуть Что в 2014 году В прошлом году Был полтинник Театра на Таганке Да 50 лет Юбилей Также юбилей 23 апреля 1964 года На основании Школы-студии МХАТ Последний выпускной курс Выпустил спектакль Добрый человек из Сизоана И с этого спектакля Начался театр на Таганке Старый театр Под руководством Заслуженного артиста Советского Союза Постникова Ликвидировали А в том же здании Выразовался новый театр Модерновый театр Юрий Петрович Любимов Высоцкий Как уже говорилось Пришел через полгода В этот театр Вот И значит В прошлом году Было ровно 50 лет 50 лет Этому театру Я не мог пройти мимо этой даты И сделал Вечер посвященный Театру на Таганке Он проходил В областной билотеке Проспектрении 14 Юношеской Михаил Ну я хочу тебя поблагодарить Во-первых За сегодняшний эфир Потом за твою деятельность Фантастическую совершенно Да И вот Медаль такая Я два слова скажу про фестиваль Да Можно? Прокомментирую ее В том году Кроме книжки Которую я выпустил Книга-то ладно Как говорится Это не самое главное Самое главное Что состоялся Фестиваль Песни Владимира Высоцкого В городе Городской фестиваль Городской фестиваль При поддержке Департамента культуры И Центра Высоцкого Вот мы и занимались Творческой частью Они организационной частью В общем-то мы все вместе В общем-то дули И все получилось И получился фестиваль Первый городской фестиваль Песни Владимира Высоцкого Волга песню слышал Вот я тебе медали Хочу подарить Да Ну потом мне наладкни Спасибо огромное Где-нибудь его положь там Миша Ну огромное тебе спасибо За все что ты делаешь Я напоминаю Что в гостях У нас сегодня был Президент Общественного фонда Центра Владимира Высоцкого В Самаре Михаил Трифонов Тебе здоровья Нашему музею Внимание Властей И поклонников Высоцкого Со всех стран И континентов Спасибо Два слова еще можно сказать? Ну прямо мы заканчиваем Все Уже все К сожалению Ты можешь пригласить В свой музей 25-го День Рождества Высоцкого Мы возлагаем святы У Дворца Спорта В 13 часов дня Всех надеемся увидеть там Спасибо за внимание До свидания Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова